Удивительная фотография, на которой очень легко узнается форма лица. Вот смотрите, мы сейчас занимались наполнением лица, и мы говорили о линиях лица, то есть о содержании лица. А вот сейчас мы поговорим о форме лица, и нам понадобятся уже другие картинки, которые тоже очень вами узнаваемы. И очень интересно отслеживать, как на части фотографий ее лицо ближе и более похоже на романтическую форму, а на части фотографий мы видим откровенно гаминную доминанту в форме лица. Очень интересно. Но вот эта фотография меня просто поразила, потому что я отслеживала ее в разных-разных вариантах. Какая здесь форма лица, откуда она пришла, если смотреть на это фото? Да, мы можем отследить этот эффект. Да, более широкой частью верхней. Что у нас вполне, естественно, характерно. Да, можно действительно сконцентрироваться на подбородке, но также очень интересно посмотреть, как на некоторых фотографиях уже нет такого, то есть еще поворот лица, наклон лица вперед может давать такой эффект. Поэтому я не могу назвать однозначно, да, вот здесь вот поднят подбородок, да, что полностью гаминное лицо, но с присутствием гаминной доминанты однозначно. Да, и вот здесь вот в таких ракурсах мы видим более широкие скулы. Вот здесь мы видим более широкие скулы, да. И здесь очевидно также родство сосновой романтической. Но вы правы, и в это самое время мне согласиться с тем, что именно подбородок облегченный дает, так сказать, вот такой вот баланс романтической линии в форме лица и гаминной. Линия формы и роста волос бывает разная. Мы можем отсмотреть даже фотороботы Ларсена, вы увидите разные варианты ее. Вот это вот, вы об этом, и они будут разными. Поэтому вот так, точно так же, как периодически меня спрашивают, а если волосы кудрявые, то значит романтик? То есть вот, нет, здесь уже заканчивается сфера действия типажа, и волосы бывают по характеру совершенно разными, да. Вот здесь мы можем посмотреть, и кто-то скажет, вот как только она поднимает подбородок, все больше романтики, да. Как только ниже опускает, все больше гаминности и так далее. То есть отследить вот это очень интересно, потому что вот здесь видно, видно, что гораздо шире нижние скулы, чем у гамина. И вот на этой фотографии мы можем вполне умиротвориться, поняв, что действительно истина посередине. И что откуда пришло, мы тоже можем здесь увидеть, да, что вот эта нижняя часть облегченная, вот она отсюда. Также от гамина пришла эта бровь, она более, да, с более отчетливым изломом, заостренность носа, более круглые глаза. Если мы смотрим на то, что пришло от романтика, это мягкая линия, которая обволакивает тотально, да, собою. Это более маленький, деликатный размер глаз, плавная линия бровей, мягкий носик, мягкие губы, да. Вот, пожалуйста, вот романтик здесь справа как раз демонстрирует именно такую же форму, в своей основе форму губ такой же. Осталось самое интересное. Осталось самое интересное, как и что мы увидели в фигуре. И почему отсутствие, я подчеркну, скорее всего, именно романтической линии бедер, которую мы почему-то считаем, что обязательно должна быть, почему нас так напугало. Давайте с вами вспомним. Если встречаются два типажа, какая доминанта может быть в лице? Смешались два типажа гамино-романтик. Какие варианты доминант в лице могут быть? Перечислите мне, пожалуйста. Вот они соединились, два типажа. Какие варианты мы можем, доминант в лице? Не только гаминное или романтическое, но и может быть активно смешанное. Совершенно верно, Ольга. Мы можем встретить вот у нас ее линия лица и преобладающее количество, черт лица и вообще характер лица в большей степени именно романтический. То есть мы прям гамино там вот в каких-то нюансах вытаскиваем. И даже в целом по структуре лица, и мы об этом говорили, по вот этой мягкости, о которой идет речь, мы видим именно романтическую доминанту.